Да это же фашист! Это же Гитлер! Посмотрите вот так! Смотрите! Это же Гитлер! Гитлер! Гей-гей! Здорово, народ! Какие дела? С вами Сергей Халлевый! Смотрите канал Хэлплей! Надеюсь, у вас отличное расположение, духа и прекрасное настроение! Вы бодры и веселы и готовы к нашему приключению, которое мы с вами снова будем проходить в игре Broken Age! Друзья, как вы помните, в предыдущей серии мы с вами получили некое дополнительное задание. Нам нужно ввести маму Шая в заблуждение. Как это сделать, мы уже с вами прекрасно знаем. Нам нужно увеличить голову, чтобы наш голос стал более брутальным. Как увеличить голову, мы с вами знаем еще с первого акта. Кстати, я вас немного дезинформировал. Нам не нужно возвращаться в комнату с призами, потому что если мы еще раз пройдем через тот же телепорт, голова наша уменьшится. Нам нужно пройти через другой телепорт. Я даже помню, где он находится, еще с первого акта. Поэтому мы это сейчас очень быстро сделаем. И еще у нас есть незаконченное задание, пока я его не знаю, как решить. Это починить нашего гениального ремонтника. Помните такой, да, у Шая? Но к этому вернемся как-нибудь потом, когда точно не знаю. Давайте на счет три. Раз, два, три. Бручай, за ваше здоровье, не хворайте, не болейте. И вперед, друзья. Нам надо с вами, да, нам надо отсюда уйти. И пройти через правый телепорт. Я помню, где он находится. Мы его еще видели, когда проходили с вами после того, как свалились сюда. Сейчас мы к нему сбегаем. По идее, все должно работать так. Мы с вами сейчас... Вот он. Да, и он доступен. Смыть и можем сейчас через него пройти. Привет. Снова на Нексус? Да, снова на Нексус. Как приятно переносить новые лица. От счастья телепорта, а? Хоть что-то. Пока-пока. Она выросла еще больше. Не испытывай судьбу, дорогуша. Вернись через меня назад, пока не лопнула. Да, нет. Ой. Нет, нам не надо возвращаться назад. Именно с такой головой. Погодите, а может быть еще через один пройти? Но к этому у нас нет доступа к этому телепорту, поэтому он, видите, не светится. Давайте пройдем, попробуем обмануть маму. Надеюсь, наш голос стал достаточно грубым и брутальным, чтобы прикинуться Шаем. Эй, здравствуйте. Кто там? Я вас почти не слышу. Это я, Шай. У тебя странный голос. Наверное, это из-за микрофона. Но мне все равно нужны доказательства, Шай. В смысле, кто бы ты ни был. Я хочу поверить, что это ты, Шай, но все так странно сейчас. Сначала это авария, пульт управления накрылся, теперь еще я и потеряла связь с твоим отцом. Я просто не знаю, кому мне верить. Просто помоги мне, ответь на несколько простых вопросов, хорошо? Эм, конечно. Хорошо, первый вопрос. В общем, она повелась. Как звали твою любимую плюшевую игрушку, когда ты был маленький? Ну, это просто... Эм... Мистер? Мистер? Продолжай. Эм, обнималкин. Обнималкин. Это твой ответ? Да. Мистер? Обнималкин, понятно. О, Шай, я так рада, что ты вспомнил мистера Обнималкина. Он был первым другом, которого я связала для тебя. Мне становится немножко стыдно. Что это значит? Ничего. Ясно. Что ж, задам тебе еще один вопрос. Какой из ласковых имен, которым я тебя называла, ты любил больше всего? В общем, друзья, проверка на знание игры идут. И имена, которые называются, выйти. Ворчун, попрыгун, хулигашка, вкусняшка, сладенький. Она часто говорила сладенький. Можем мы это прекратить? Ну, пожалуйста. А эту фразу говорил часто Шай, когда был на корабле. Помните, еще в первом акте? Он постоянно смущался, когда я его так называла. Поэтому так. Можем мы это прекратить? Ну, пожалуйста. Это именно то, что ты все время говорил мне. Ты ненавидел эти мои словечки? Да, это мы помним. Я хочу сказать, Шай ненавидел. Так, еще один вопрос для надежности. Я каждый год сама шила для своего сына новые космоботы, и пока ему не исполнилось 9 лет, и он не настоял на том, чтобы носить ботомашинного производства из репликатора. Как ты наверняка помнишь, я старался оживить вид этой обуви, рисунок и цвет никогда не повторялись. Так что скажи, пожалуйста, каковы были цвет, размер и рисунок его самых первых космоботинков? А, друзья, а это проверка на комнату призов. В общем, цвет там был, черт его дери, точно, по-моему, был фиолетовый. Фиолетовый. А размер? Так, точно не пятый и шестой. Третий или четвертый? Давайте четвертый. Размер 4. А рисунок? А рисунок был горошек, мы помним его из золотой статуэтки. Горошек. О, о, Шай! Она повелась. Это ты! Ух ты, она неплохо выглядит, кстати говоря. Смотрите, как она вживую выглядит, здорово. Ты не компьютер! Ты не Шай! Опа, и свалились к ней в комнату. Ты кто-то такая? Что ты сделала с нашим кораблем? Где мой сын? Ээээ... Да... Меня зовут Вейла Тартин, это я сбила ваш корабль. Вот так просто. Как? Зачем? Мы гражданский межгалактический корабль. Наша миссия носит мирный характер. Ээээ... Волк рассказал мне о вас. Так, успокойся, тебе нужна помощь. Эм, так. Вы не в космосе, взгляните в окно. Да, уже не в космосе, ты нас сбила. Нет, вы никогда не были в космосе, это все обман. Звезды внутри, снаружи, вы монстр. Но, она права, мой друг. Вот он, это волк, о котором я говорила. Этот голос. Эй, а как ты вылез из-под той кучи мусора? Я не волк, правда, Хоуп? Я старый друг. Вау, чузавец? Марикай, что ты тут делаешь? Я здесь, чтобы закончить операцию одуванчик за тебя. Прости, что нам пришлось утаить некоторые аспекты миссии от тебя и твоей семьи. Но, как ты... Ты говорила, что наш мир гибнет. Он погибал. И тут появилась ты и стала спасением для всех нас, как делали столь многие до тебя. Многие. Прости за спектакль с открытым космосом. Необходимая предосторожность, чтобы избавить тебя от соблазна осесть, как это делали слишком многие из твоих предшественников. Мы никогда не были в космосе. Нет. Ларуна — Великая Империя, но она находится на этой же самой планете. За чумной плотиной. Забавно, что ты о ней заговорила, Велла, поскольку именно там мы и находимся. Похож на какое-то здание, как пирамиду ацтеков. А теперь, пока я подготовлю кораблик к стерилизации, вы двое сидите тихо. Расслабляйтесь. И знайте, что вы служите счастью многих будущих поколений. Вот ублюдок! Капитан, сюда! Я оружие! Еще один столовый прибор? Смотрите, вилка! У меня будет полный столовый комплект, если я найду... О, я бы на твоем месте ложку не вспоминал. Это зубастенькое разбило мне сердце, так что он вызвался пойти на задание, с которого... Закруй пасть живопыра! Ты не волнуйся, я не скажу, ради кого ты его бросил, то есть ему сердце. Тьфу! Да тут любовный треугольник, ложки, вилки и ножа! Окей! Хорошо, мы с вами достали вилку, она нам еще, видимо, пригодится. Еще у нас есть предметы, которые тоже надо обязательно будет использовать. Пока неизвестно зачем, но думаю, что рано или поздно узнаем зачем. Морякай! Да? Ты лгал мне! Она не компьютер! Я никогда не говорил, что она компьютер! За похищениями стоит не она, за ними стоишь ты! Я никогда не говорил, что она стоит за похищениями! Ты не был придавлен обломками! Я никогда... Ладно, поймала, я никогда... Иногда переигрываю, изображая физическую боль. Зачем ты запер меня в этой комнате? Ты сбила наш корабль, поэтому нужно было тебя изолировать. Ты опасная девочка, Вэлла. Что-то мне подсказывает, что мы пока даже не представляем, насколько. Куда вы нас везете и зачем? В красный ангар, для обработки. Обработки, в смысле, оформления бумаг? Ха-ха-ха-ха, окей! Девушки, которых вы похитили, правда еще на борту? Или ты их... или ты об этом солгал? Они на борту и надежно зафиксированы. Все, все, включая тебя. Правда, что на этой стороне плотина чума? Да, чума есть, но не в ларуне. Чума, это ты и весь твой род. Охренеть, Дон, Дон фашист! Не сочти за оскорбление. Наш народ благородный продукт тысячелетней сражайшего дорогостоящего генетического отбора. Мы построили эту плотину, чтобы не допустить к себе генетическую чуму пустошей. Пустоши? Повторю, не сочти за оскорбление. Да это же фашист! Это же Гитлер! Посмотрите вот так! Смотрите! Это же Гитлер! Гитлер! Если вы чума, зачем вы... Если вы чума, зачем вы похищаете нас в таких количествах? Хотя мне и больно это признавать, но в вас, порождение хаоса, есть нечто, что мы постепенно утратили и не смогли воспроизвести. Нечто, не имеющее имени, первобытное, возможно, даже зверское, но необходимое для нашего выживания. И что же это? Ты, наверное, не понимаешь, что значит не имеющее имени. Ааа, окей. Этот мальчик, ее сын, какова его роль во всем этом? Шай был воспитан вне целительной атмосферы Ларуны, чтобы стать... Иные могли бы просто сказать достаточно слабым, но я бы добавил достаточно чувствительным, чтобы выбирать образцы, которые могли бы заполнить дыры в нашем коллективном фамильном древе. Все страшнее и страшнее. Не каждому дано принять совершенство. Мы хотим выйти отсюда. Поверь, мне будет безопаснее, если вы останетесь здесь. И почему это для нас безопаснее? О, извини, я хотел сказать безопаснее для меня. То мне надо идти. Да, расслабься и получай. Ха-ха, удовольствие мне хотел сказать. Вот ублюдок, просто мразь, а. Какая мразь, фашист Гитлер. Что это? О, это просто моя сфера централизованного управления. Я раньше присматривала с ее помощью за кораблем, вносила поправки, то там, то тут. Можно я попробую? Конечно, но уверена, что моряка я успела отключить большую часть удаленных функций. Так. Что это? Эй, я вижу нашу дверь снаружи. Похоже, тут пульт специально поломан. Правда? Если бы я могла туда попасть, я бы наверняка его починила. Ну да, но если бы мы могли туда попасть, нам бы... Да-да, я знаю, и все же... Я думаю, эту искрящуюся панель не просто так отключили. Ой. Так, в общем, я сломал что-то это в моем репертуаре. Что это такое? А, это выход. Погодите. Вау! Ха-ха-ха. Афра. Да, а, во-первых, смотри, тут... Видите, еще фото. Какое милое фото. Да, оно помогает мне не забывать, что он не всегда был подростком. Друзья! Вы видите? Символы, которые мы с вами видели, когда вставляли нашего ремонтника в специальную формочку. Да и справа ремонтник. Это подсказка. Три кусочка проволоки. И написано, какой символ с каким соединить. Вот оно! Так, друзья, давайте я сейчас это... Это запишу. Так, секундочку. Так, ребят. Ох-ох-ох, вот она разгадка. Итак, вот это мы соединяем. Сейчас, ребят, быренькая. Так, это мы соединяем вот с треугольничками такими. Потом... Потом вот такие треугольнички по бокам. Мы соединяем с вот такой вот, не будем говорить на что, это очень сильно похоже для извращенной фантазии моей. И, значит, вот это вот мы с такой заштрихованный, да, такой треугольничек мы соединяем вот с такими штуковинами. Так, хорошо, я записал. Так, друзья, знаете, что мы сделаем? Давайте тогда... Мы сейчас и с шлемом разберемся, да и с ней надо, в принципе, будет поговорить. Чего мы с вами не сделали. Давайте... Ой, не то совсем. Давайте мы с вами перенесемся... Ну, так давай. Ага, да. Зашая сразу. Чтобы я все это не забыл. И мы сейчас все это сделаем. Итак, друзья, вот что это значит. Вот что это за символы. Но тут есть еще один нюанс, дорогие мои. А нюанс заключается в следующем. Я даже сейчас... Погодите. В общем, сейчас объясню. Смотрите. У нас всего три кусочка проволоки. Помните, да? Для того, чтобы точно знать, какие с чем соединять, нам нужно точности узнать обозначение каждой из сторон по символу. Для этого мы сделаем следующее. Ой. Для этого мы сделаем следующее. Мы, значит... Так. А, ну да. Мы, значит, соединим вот так вот. Вот так вот. Мы соединим три... Больше у нас нет проволоки. Сейчас я нарисую вот такую же... Такую же фигуру. Секунду. Так. Так, нарисовал. И сейчас мы будем выяснять, друзья, каждый из сторон какому символу соответствует. Ну-ка. Так. Так. Ага. Мы видим, что вот этот вот соответствует вот этому. Сейчас я, ребят, запишу пыренько. Так. Этот вот этому. Так. Ага. Потом этот соответствует вот этому. И вот этот соответствует вот этому. Так, теперь мы вытаскиваем его. Берем снова. И уже... Так. Вот отсюда. Вот так. Так. Вставляем. Да. Вот оно получается. Так, получается вот этот вот... Эта сторона, значит, у нас вот этот символ. И... Так, от нее идет. А это заштрихованный. Понятно. И так. И так, дорогие мои. Сейчас мы узнали с вами обозначение каждой из сторон. А следовательно, теперь мы уже применяем инструкцию. И так, первое соединение. Вот это. А вот с этим. Да. Вот так вот рядом. Если я ничего не напутал. Едем дальше. Потом... Эм... Вот отсюда. Вот сюда. Так. И... Эм... И вот так... А. Да. Вот так просто. Так, если я ничего не напутал, по идее, да. Мне нравится эта схема. Правда, не знаю почему. Смотри-ка, ожил. Ты живой, дружище. Как самочувствие. Рад, что ты в порядке. Мы, ребята, это сделали. Это было, кстати, достаточно просто. Охренеть. А выглядело как супер-супер сложный. Окей, отложим ручку с листочком. И давайте отдадим... Отдадим ремонтника. Как насчет этого малыша? Кажется, он хочет помочь. Ты посмотри на него. Сидит сразу, включить. О, он наверняка в электронике разбирается. Здорово. Может, это как раз тот гений, которого я искал. Ага, а еще и пофор... Поф... Что-то по чем-то спец... Спасибо, Шай. Я могу еще чем-то помочь? Просто посиди здесь и подожди. Как только твой папа починит корпус, можем лететь. И сколько нам ждать? Слушай, я 300 лет ждал. Еще несколько минут, потерпим. А... Ты заметил, что корабль стал отрясти? Это разогревается мощный антигравитационный двигатель, который ты нашел. Когда все будет готово, включу его на полную, и мы отсюда умчимся. Вот это да. Ну ладно, до встречи. Пока. Итак, друзья, мы выполнили все задания. Да, и он... Смотрите, он все чинит. Окей, вот оно. Мы все с вами сделали абсолютно, что могли сделать за... Зашая. Окей, возвращаемся за нашу девчушку. Здесь, во-первых, нам надо разобраться со шлемом. И давайте... Что мы еще здесь можем задействовать? Можем с ней поговорить. Давайте. Эй, Хоуп. Велла, если я не ошибаюсь. Теперь мне кажется, что вы не имели отношения к этим похищениям. Каким похищением? Этот корабль. Снаружи он выглядит как чудовище. Каждые 14 лет корабль, вроде вашего, прилетает в деревню, вроде моей, и мы приносим ему в жертву дев, чтобы он не разрушил селение. Этого не может быть. А потом чудовище, ваш корабль, забирает часть дев и уносит их с собой навсегда. Это звучит как полный бред. И в то же время так похоже на девишки, которые любят обтяпывать трэш. Траш или что-то такое. Простите, что притворилась с вашим сыном. Волк сказал... В общем, простите меня. Все в порядке. Я тебя не виню. Похоже, что моряка и очень долго нас всех дурачил. Как мы можем отсюда выбраться? Раньше я сама запирала эту дверь вручную, но сейчас, похоже, ее запер моряка и... Остается надеяться только на то, что он не учел какие-то из систем. Я должна придумать, как выбраться отсюда. Да, я тоже должна об этом подумать. Ага, и вот. Ну, мы знаем, как отсюда выбраться. Вернее, мы не знаем конкретно как, но мы знаем с помощью чего. Наверняка с помощью этого... Фена. Из старых парикмахерских. Так. Значит, здесь у нас много разных действий. Во-первых, когда я нажимаю вот на это, он у нас как бы замыкает и все, и исчезает. Ну-ка. А я, похоже, могу открывать и закрывать двери. Да, на что-то мне подсказывают, что к нашей двери это не относится. Так, мы открыли дверь и зайдем туда, давайте. Эй, я вижу другие помещения. Да, но, скорее всего, те, на которых моряками нет дела. Так, я не знаю, давайте пока так... Что это? Судя, он заполняется. Эй, улыбнись. Так-то лучше. Доброе утро. Опа, что это? Опа. Это коробка хлопьев? Смотрите, вы видели? Так, погодите. Приехал ремонтник? Так, стоп. Мы открыли... А, и ремонтник уехал. Мы выпустили ремонтника отсюда, получается. А мы можем как-то что-то сделать? Она уехала обратно. А если... Хорошего тебе дня, Шай. Обедлигер. Мексиканский вторник? А, просто выкинул. Так. А еще? Я ничего... Такое ощущение, что здесь надо что-то сделать еще. Ну-ка. Так. А, и смотрите, он сразу... А почему он сразу ее опускает и уносит? Может, надо как-то схватить? Нет, и предметы недоступны. Ладно, хорошо, друзья. Мы с вами... Я, правда, не знаю, зачем вот это мы делаем. А, ну да, мы сделали, чтобы выпустить его. Мы с вами выпустили... Эм... Уборщика? Так. А куда он уехал? Постойте. Вот он! О, это малышка, которая ездит на пылесосе. Это необходимо починить. Так, мы можем... Погодите. А он туда уехал? Так, в общем... И мы не можем сюда зайти. В общем, нам здесь надо, друзья, что-то сделать... Эм... С этим пылесосом или... А, вот он! Куда он? Он в ту комнату ушел. Никогда бы не подумала, что Макчетер такой улыбчивый. Так. Я не знаю, пусть они все будут радостные. Давайте вообще вот так вот сделаем. Что я дел... Оу! Что это было? Ух ты! Я... А, вот! В общем, мы с вами что-то тут мутим. Открыл дверь. Открыто. Смотрите, видите, темнее все становится. Такое... То есть... Постойте. Мы должны... Наверное, выключить свет полностью или что? Неспроста. Видите, когда мы ничего не трогаем, все... Все становится кое-как, как бы светлое. Ну-ка. Так, все, я открыл. Давайте пройдем теперь направо, я не знаю. Вот он. Он... Он... Он ушел оттуда. А, смотри! А-а-а-а! Я понял, друзья! Мы... Ох, это и гемор! Знаете, что мы должны сделать? Мы должны... Мы должны его приманить к нашей, наверное, двери. Так... Он неспроста нам дают его везти. А вот тут? Как тебя приманить? Ага, во! Так... Отлично! Молодец! Куда ты? А, я понял. Вот нам надо как-то... Так, закроем, чтобы сюда не прошло. А че ты не идешь? А, надо... Надо просто включить, чтобы... А че ты дальше не идешь чинить? Ага, я понял. А, недостаточно темно. Все. Так. Так, тогда... А, и это включить. Так, надо тратить побольше энергии. Тогда все становится темно, и... Соответственно, он идет. Да-да-да-да-да-да-да-да, отлично! Так, а, эту мы не можем задвинуть. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Правильно делаешь! Красавелла! Так. Теперь мы открыли... Так. Давайте нарушим электричество вот тут. Сейчас он пойдет это чинить. Отлично. Так. О, смотрите, видите, что еще появилось? Ломай, ломай, и все, нафиг! Естественно, неужели нам надо было наверх этого обязательно? Ого! Да он ниндзя! И он сейчас пойдет в двери. Давай-давай-давай-давай-давай! Слушайте, какая интересная система! Ну, и не совсем простая, стоит заметить. Так! И тогда вот тут вот нам надо. Просто сломать здесь, и он сейчас подойдет. А, нет! О, малышка! Прости меня! Вот черт! Так, а я-то думал уже все, а тут-то неспроста. Его просто... Стоп, его... Вот он! Так, а вот здесь сто процентов надо что-то с хваталкой сделать. Ну-ка! Ну-ка! Пойдешь чинить? А, вот сейчас же выкинет! Есть! Молодчина! Да! Вот, вот оно как все сделано! Иди чини, бро! Я уж побоялся, что этот маленький милый ремонтник погиб. Так. Окей, и ходим. И давай снова ломаем. И на этот раз он уже не улетит никуда, потому что здесь закрыто. И он должен, получается, починить наш пульт. И смотри, тут проблемы с электроникой. Надо починить вот так. Бери за дело! Молодец! Смотрите, хоу! У тебя получилось! Мы свободны! Внимание, приближаемся к красному ангару. Подготовьтесь к стерилизации. О, нет! А что за стерилизация-то? Ну, то есть, есть несколько видов стерилизации. Что сейчас будет происходить? Как мозги, да, такие? Летающие мозги. Глазастые летающие мозги. Вау! Смотрите, сколько абсолютно разных... Разной формы! Прям зловеще, как будто к Дарту Вейдеру пришел на Звезду Смерти. Так, и корабль открыл и спустил лестницу. Что это за место? Здесь они строят и хранят корабли, вроде нашего. Фабрика Могов? Боюсь, что так. Нет! Это прекрасно! Вместо того, чтобы убить одного Мога, мы можем уничтожить всех Могов навсегда! И всех людей на фабрике тоже, проклятие. На фабрике нет людей, она полностью автоматизирована, но я не... Отлично, теперь осталось придумать, как применить луч смерти. Луч смерти? Да, вы правы. На этот раз луч смерти не справится. Нам нужно что-то более мощное. Такое, как бомба. Единственное, что я взорвала в своей жизни, это наша печка, но на этом корабле столько продвинутой техники, что тут обязательно найдется что-то, чтобы устроить мощный взрыв, так ведь? Возможно, но... Значит, я сделаю бомбу, придумаю, как сбросить ее на фабрику, а еще, как нам выбраться отсюда и вернуться к нашим семьям. Неплохо звучит? Так себе. Но если это мой шанс вернуться к семье, то у меня нет выбора. Не похоже на боевоклич, но меня выстраивает. Друзья, вот здесь мы с вами и остановимся. Решили кучу головоломок. Надеюсь, вам понравилось, и мы явно с вами потихонечку все ближе и ближе к финалу. Я рад, что мы полностью закончили ветку заданий за ШАЯ. Теперь осталось закончить ее за нашу афроамериканскую девочку. Давайте перед... А, что такое, давайте перед тем, как продолжить. В общем, друзья, ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, добавляйте в друзьяшки ВКонтакте. Также есть группа ВКонтакте, группа в Стиме. Подписывайтесь, там уведомления удобные. Иногда что-нибудь, пашты какие-то информативные. Также у нас есть канал на Твич, там проходят прямые трансляции. Канал на Ютюбе, где вкладываются их записи. Всем счастья, удачи и здоровья. Все ссылки в описании под видео. С вами был Сергей Халле. Всем пока. Ахаха, сделай что-нибудь, не стой столбом, помоги мне. Черт, такое в мои обязанности не входит. Получилась заметка Доктор Милот. Хахаха, так, где? Доктор Милот. Чертовски офигенная игра, боже, какая атмосфера. Чертовски круто неприятная. Кстати, наверное, мы соберем 4 младенца, или что это? И нам откроется проход отсюда туда, мы там...